Продолжаем тестировать эту Makita. В этот раз в режиме морозилки минус 18 градусов. В прошлый раз в режиме холодильника плюс 5 градусов тестировали. Также мы продолжаем сравнивать, какое безобразие с китайцем. А что именно мы тестируем? Все ссылки в описании будут на предыдущий тест этого и на сравнение с китайцем. На тесты китайца все там будет. Так вот, мы продолжаем тестировать температурные характеристики и характеристики энергопотребления. В принципе, две основные вещи, которые волновать должны нас в портативных холодильниках. Ну, помимо надежности шума, это вот здесь не проблема. С китайцем все смотрите в описании ссылки. То есть точно так же подключен сейчас на данный момент через AC-DC адаптер. Подключен через iSocket, чтобы замерять энергопотребление. Также термодатчик iSocket подключен сюда, чтобы мы каждую минуту собирали температуру, потом в приложухе смотрели. Сейчас вот она 19,6. Также второй датчик, чтобы сравнивать это от прибора, от клещей, которые я еще должен найти. По ходу будет более подробно сказано, что нас интересует, если вы не смотрели предыдущее видео и что именно мы будем тестировать. Сейчас просто включим. Продолжение следует... Все понятно. Включил, да? Настроил температуру. А здесь я сбросил энергометр, чтобы начать новый интервал сбора. Соответственно, мы начали, грубо говоря, в 17. И я там сейчас выставлю, чтобы автоматически завтра в 17 тоже записалась информация, чтобы мне тут не дежурить рядом с ним. Меня удивляет, что потребление сейчас такое малое. Поэтому вот эту вот настройку о том, что мы превысили определенное потребление, я сейчас изменю на более маленькую. Зачем нам это? А это для того, чтобы еще мониторить, когда он включается и выключается. Ну вот сейчас он зафиксировал это включение в 17.03, потому что мы превысили 10. Ну а вдруг там будет 9 с чем-то, поэтому надо чуток уменьшить. А когда он отключается, да, там будет меньше 5, поэтому будет все окей. Вот. В общем, ждем. Я, кстати, обновил, и сейчас 60 ватт я вижу. Это, кстати, почему так получилось, я понял. У нас настройка более 10 ватт. И вот когда вот потребление нарастало, да, в тот момент словили прямо вот, когда оно было 10, и в этот момент его и записали. Когда я тут обновил кэш, тогда получил 60. В предыдущем видео, когда тестировали в режиме холодильника, мы видели очень интересное его поведение в самом начале, когда он первый раз включает компрессор, потом ждет, потом включает второй раз уже, потом включает с определенным интервалом. Какой-то там интересный у них алгоритм, в общем, придуман. Я над ним больше не размышлял. Здесь я этого делать не буду. Завтра мы вернемся к результатам. Только скажу, что потом еще мы будем тестить снова от этих батареек будем. Не снова, а вот от этих батареек, потому что тоже можно от них. Посмотрим, как долго держит и сколько нам будет тоже электричества нужно для того, чтобы потом эти батареи зарядить. Ну и также от большой батареи, ну не от этой, другая, сейчас ее притащу. Будем его питать и смотреть, сколько мы потом вольем в батарею. Это тесты, которые мы делали на этом китайце. В общем, это все предстоит. Если вы подписаны, то получите уведомления. Если не подписаны, тогда подписывайтесь. Прошли сутки, я отключил. Статистика сама здесь сбросилась, поэтому мы видим статистику. В статистике вот, собственно, эти самые сутки. Да, я решил за компом показывать. Не с телефона и не туда идти. Смотрите, полкиловатта он съел за сутки. Ну, стоимость вы там можете для себя рассчитать, если это вам интересно самостоятельно. Но если сравнить с китайцем, ну, немножко он победил его. Но, в принципе, то же самое. Вот в предыдущих видео про китайцев, я не знаю, были они на русском или нет, мы получили примерно те же полкиловатта, но чуть побольше. Вот в Max в EcoMode. Видите, ну, там было минус 20, но он 9 литров в два раза меньше. Собственно, вот. Вот такие данные, да, ICDC адаптера. И, значит, по температуре... Нет, давайте сперва, значит, по поводу его режима работы, когда он включается, выключается, насколько долго. Вот здесь это тоже статистика видна. То есть, ну, вот, например, давайте вот отсюда возьмем. Вот он выключился в 15.41, в 16 включился, да, примерно 20 минут. И потом он работал примерно 45 минут, да, отсюда до сюда. Вот, получается. Потом он, значит, снова где-то минут 15 отдыхал и снова где-то 50 работал. То есть, он где-то 15-20 минут отдыхает, где-то 50 работает. По-моему, что-то перепутал. 50 минут где-то отдыхает, где-то 15 работает. В общем, тут сами еще посмотрите, если кому интересно. Для себя я все понял. Минут 50 и в режиме холодильника он в предыдущем вот тесте, по-моему, отдыхал, но работал там, по-моему, потом минут 6, что вполне все логично объясняется. Вот сейчас температура в нем упала до стольки. Значит, по поводу температуры, его температурного профайла. Вот здесь вот, кстати, когда мы это начали, была температура где-то 20 градусов. Вот 17.05 где-то мы начали. И смотрите, чтобы до пика вот этого, который где-то минус 17, заняло час. Холодильник до заданной температуры 5 охлаждался где-то за полчаса. То есть, где-то тут час заняло. Сюда дропнуть на разницу 35 градусов. А потом классический профайл компрессорного морозильника. Включение-выключение. То есть, здесь мы можем видеть, что он где-то минус 17 дает в том месте, где расположен датчик вот этого тайсокета. И где-то минус 11, когда компрессор отключается. И мы тоже по точкам здесь можем видеть. Ну, сейчас сложно заловить. Где-то 19.08. И здесь мы где-то должны через... Тут много получилось. Сейчас давайте попробую подловить. Где-то 19.44. А что-то странно. Где-то у меня получалось... А-а-а... Рукова стала, держи телефон. Давайте вот 21.22. И типа он такой нагревается, нагревается. 21.44, честно говоря, здесь не... А, нет, подождите. Ну да, не 50 минут он здесь отдыхает. Ладно, в общем, мне кажется, вам это не особо интересно. В общем, потом, если что, в описании напишу, подумаю. Сейчас я просто жду, когда он... Ну, он отключился, и будет температура вверх подниматься. И интересно, сколько это займет у него дойти до нуля. Это еще покажу. И все на этом, наверное. В реальности протупил. Тут фича была, хорошая такая, есть за последние 3 часа. Посмотреть тогда такой развесистый профайл. И тут получается, да, никакие не 50 минут. 14.36 здесь, например, и здесь. 56.20 минут. Но в реальной выключиться он мог где-то вот здесь. Вот здесь даже мог выключиться. Потом еще охлаждаться. Как было доказано в предыдущем видео про холодильник. Ну, я это уже не буду смотреть. Мы верим вот логу, который был там, а в мониторингах по поводу энергия поднялась, упала. И верим тому, что было там. А здесь просто можно за температуркой смотреть. Ну, классный такой, четко, репитабл такой, повторяемый профайл. И, в общем, последнее. И все-таки пойдем сюда и посмотрим, во сколько он отключился. Сейчас поймете почему. В 16.47 он, значит, отключился. Теперь идем обратно в температурный логгер. Выбираем здесь за последние 3 часа. В 16.47, да? Что-то память какая-то кратковременная. Вот, смотрите, да. Мы хотим эту точку здесь найти. Вот она где-то здесь, да. То есть, это не вот здесь внизу, а тут, а потом еще компрессор доходил. Получается, смотрите, в 16.47 с момента его отключения он сперва еще там доохлаждается. А потом 16.47, 16.47, а здесь у нас 16. Так, что-то я тут так не вижу. 16.42. Короче, час у него занимает практически до нуля дойти. То есть, где-то он сейчас, мы видели, охлаждает от плюс 20 до 35 градусов, там разница. А значит, до нуля он, ну, а держит холод он лучше получается. Вот. В общем, вот так вот. Подготовим его к следующему эксперименту. Нагреем сейчас датчик. Следующий эксперимент будет питать его от батареи, которая вот свежезаряженная. И после этого будем смотреть, сколько мы зальем в батарею. Сколько это будет нам тоже стоить. Энергии, ну и денег. Если вы подписаны, вы получите уведомления об этом видео. Если не подписаны, подписывайтесь. Не забывайте лайкать. И будут еще другие эксперименты с ним от его родных батарей. Все, увидимся в следующей части. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok